Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это партия в Sidmer Civilization 6 Gathering Storm за Екатерину Медичи. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, ну я в темный век точно выйду. Вообще, знаете, в чем проблема большого количества городов? Что у тебя проблема потом выйти в золотые века. Блин, варвары разграбили. Хреново. Это хреново. Ну я хотел сейчас поставить карточку производства и еда от городов. Ладно, сейчас я подумаю. У меня пока только один караван туда бегает, в общем дело. Равнина. Здесь бананы. Это относится к Парижу, да. 13 жителей в Париже, нормальненько, нормальненько. Так, ну нет, тут я хочу уже шахту, ферму строить, то есть в принципе в Париже мы все собрали. Ага, вот еще тут можно, вот здесь еще можно собрать. Вообще надо поплыть куда-нибудь. Пойдемте к Египту сплаваем. Дипломатическую службу. Ну давайте в Торговую Республику. Наемники, там военная подготовка, две каравеллы. Без двух каравелл, видимо, обойдемся пока. Сколько там до конца? Восемь ходов. Но я тут очень много минут до очков. И еще больше надо будет в следующем. То есть смотрите, в нормальный век 11 очков. Меня не пригласили голосовать. Трезис против кого? Клеопатор, Матасума и МВБАНИ. Ну вы поняли, короче, Хонга. Так, ну что делать? Влад, да? Пока помогать мне. Теперь нужно тупо мне помогать. Иначе все, проигрываешь сразу. Автолус. Ну все, вот. Влад может с Инвиктуса золото трясти. Так, я Инвиктуса не нашел. А что, это мешает что ли? Леша не мешала. Он находил посредник, где просил Инвиктуса золото. Да-да. Отлично. Так. Давайте поставим, наверное, все-таки учетные банки. Вот тут надо кучу ферм строить. На этих равнинах. Так, могу я уже купить, наконец-то, поселенца? Могу. Что мы и делаем. Здесь строим строителя. Или вообще еще одну промышленную зону. О, плюс три. Давайте. Не строитель, в смысле, торговца. Так, надо вот с этим парнем разбираться. Давайте расходим тут сейчас. Поселенца буду конвоировать. Пока никуда послов не отправляем. В Булоне что? Это монументы. Да. Расселение у меня мощное. Сдавают. И вот все золотых ггшек я их не покупаю. Ты не покупаешь. Какой стает? Сейчас перекупим. А я не перебиваю его. Я одну не трогал, какую скажу. Ну вот, я понял, значит, и класть выполнен. Давайте я, наверное, поставлю карточку пока на апгрейд юнитов и апну. Ну, чтобы была какая-то сила. Я понимаю, что они будут деньги тратить. Но... Провыше валет это... Чуть в полном. Да, надо. Не, просто два посла туда отправил, чтобы у меня было эти... Три посла. Металл мне надо найти арбалетчиков сделать. О, блин, вот этот. Два арбалетчика надо. Что? Какой экономический или культурный? Я еще думаю, тебе скажу попозже. Пару ходов дай мне. Ты конца дружбы ждешь, да? Я еще не знаю, воевать с тобой, дружить с тобой, что делать вообще? Но я уже в мушкетерах. Воюй с ним, воюй на пати, убей, убей на пати. Воу, ферракотовая армия. Значит, я так как построил феррус, то это ферракотовая армия. Слушай, то, что ты мушкетер, тебе это не поможет, понимаешь? Патную агру ты в любом случае теряешь. Ты решил города стать на консанте в море. Эти из Парижа отправили. Я просто думаю, мне обвязываться в это, не обвязываться. Что из этого выйдет вообще без беда? Алексей, ты военный стою скинешься в случае агрессии британца? Это кто спрашивает? Индус. А что я? Я вообще, как-то рядом с вами, что ли? Да, ты недалеко. Ты самый близкий. Или может еще от стек. Он тоже недалеко. От стека я не нашел. Я нашел Грека. Инвиктус. Вообще, надо бы... Кто кого мочит? Еще никто. Но я так понимаю, британец хочет на меня. Меня нападает. Ну, если будут нападать на тебя, то да, дам союз военный. Никого из них не нашел. Так, ускорили литье. Мне нужен этот разведчик. Так, давайте с Египтом открытые границы. Грек, предложение. Амбар в Марселе завершен. Центр коммерции. Соседство сделаем. Так, караванчики у меня все к реку будут бегать, но мне надо открыть больше города, потому что Родос явно не... Я вот так и не пойму, вот это бак или не бак, что я вижу, что строит мой союзник? Это зависит от дипломатической видимости. А, да? Второй уровень дипломатической видимости дает как раз видимость того, чтобы... Да, скорее всего. Уровень доступа. Статус создания оружия массового поражения. Статус приначатых... А, да, статус значатых проектов. Изменения. Ну... Короче, я думаю, что мапучи тебе надо готовиться. А почему я не могу готовиться? К войне. Не со мной. Так, тут прибыло у Жулиан. В Тулузу, да. А, приятно, в Тулузу и была. Это, в Тулузу. В Тулузу, да. Давайте старайтесь себе и покупаем. Так, из Ларошеля, по-моему, бегает и так, да? Давайте из Бордо отправим. Универ тут завершили. Амбар. Нет, не нужен. Монумент. Тут, конечно, надо вот пообрабатывать Бордо. Пока никуда не отправляем. Здесь ставим... Может, пониже? Я вот думаю, чтобы особо за ресурсы не спорить. Как бы... Можно и пошире ставить города уже. Схожу вниз там, повоюю с... С варварами. Виноградик. 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 Алексей, предложение. Посмотри, пожалуйста. Хорошо. Давайте, наверное, шпионов уже строить. Я думаю, что я сейчас приму... Горго, давайте сгоним, Горго. Приму торговую республику и здесь на шпионов в Париже поставлю здание. Так, в Ларошелле торговцы сделали. Давайте расстроителей. И астрономия. А, предложение не посмотрел. С кем-то у меня еще надо дружбу с этой Алеонорой. Мне тут, конечно, чисто вот это расселение. Но я такого еще не видел. Это вообще как? Я видел в игре за Канаду кучу территорий, но она хреновая была. Как бы там ни не писали в комментариях, что вот там, вот там ставить. Она хреновая. Просто хреновая. Здесь нормальная территория, которую хочешь заселять. Может быть, вот кроме вот этого места, потому что тут нет воды. Но я все равно сейчас иду, видите, город. Хотя... Это в Дивидене. Она же горой, считается, нет? Или холмом? А, ровниной вообще. Холмной. Ладно. Просто можно было бы... Обещаю. Где-то вот здесь аэропоставить и акведук тогда, но нет. Нет. Надо сюда везти. Тут просто очень хорошие и ресурсы есть. Все есть. Так, торговая республика. Принимается. Скидка на улучшение юнитов может уже убирать. Давайте содержание юнитов. Я, в общем-то, апнул, что хотел. Так, два влияния. Ваши торговые пути. Что еще? Торговую конфедерацию можно взять. Золото, я думаю, не надо. Может, на выстретили получать на два действия. Бывай в мою сторону. Клетку выкупил. Ну, у тебя... Нет, или сам сказал, что не надо. Пока это так. Пока я не построил. Теперь, что ты хочешь сказать? О втором радиусе я должен смотреть на тебя. Нормально. Может, повоевать, кто и воюет. Я думаю, сейчас начнется. Сейчас вон, грек нападет на Мапуччи. Эти между собой начнут. Так, разведывательное управление. Давайте в очередь поставим по всей мастерской. Поэтому куча-то, дочек. И по-айбе, шиньи, на юг дугла. Грек, а что ты ко мне караваны не пускаешь? Скоро начну, я сейчас не дойду. Давай, караван. Ставлю. У меня вообще проблема с караванами, на самом деле. Амбар, то, чтобы еду он давал. Строю. Как мне нравится мое расселение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать городов будет. Конечно, все равно круче их захватывать. То есть, когда они там уже с районами. Но и в таком виде. Очень неплохо. Ну, я бы хотел тут, конечно, убрать этот лес. Лес. Ладно, пока амбар. Потому что тут кампус хочется поставить. А здесь вот промышленную зону на месте этой. Ну, пока рано убирать. Пускай пока работать. Дайте, поэтому я рабочего в Париж. Вот тут надо вот эти все клетки делать едой. Я вот здесь знаю, что думаю, может вот эти клетки передать Ларошелли. Потому что у Парижа как бы есть еда. И так, сверху. Вот это даже педальон еще предлагает тебе дружбу с Алисбеками. Ну, от зачем-то клетки выкупал. Скажи, пожалуйста. Так, сделаем. Я выходил для военного лагеря, для защиты. Но что ты сказал, что не знаю. Вы могли бы во втором радиусе выкупить и построить лагеря для защиты? У меня второй радиус выкупать, скажи. Я одну клетку взял. Правильно, второй радиус как раз. И что мне теперь дальше делать? Я хотел здесь тройник из ферм сделать. Как петель городу расти, скажи, пожалуйста. Вот справа можешь сделать, где двое джунглей и там, где твой меч. У меня там районный будет стоять. У меня правительственная площадь, если можешь посмотреть вниз пусть. Ну, вот. Я рыцарем отошел, не спустите, у меня правительственная площадь. Я вижу правительственную площадь, там стоит этот разведчик. Нет, предложение. Я тебе справа говорю, вот мечник и джунгли справа от Шеффилда. Двое джунглей. Вот там у тебя тройка ферм станет. Дамбар, давайте. Выше Шеффилда. Там для мотора в 90. Там никак не стали. Зажли, зажли. В джунгли убираешься. Вверху 1 клетка. Еще выше. Которую ты можешь выкупать. Надо с мопучей продолжить дружбу. Я не хочу с ним воевать. Равни на тропический лес. Которая ничего не думал, что я там на него. Кидай на уху этот экономический все равно. Я смысла не вижу. Я в индустриализацию шел. Но мне три мастерских надо. А где у меня вообще построены... Промышленная зона в Тулузе. Промышленная зона в Париже. И промышленная зона в Лионе. Вот мне в Лионе нужна... Мы си... А, так у меня в Ли... Нет, стоп. Где ли он? Вот ли он. Почему у меня в Лионе нету... А, строится. Сейчас у меня ускорится этот. Все у меня сейчас ускорится. Получаю бесплатного шпиона сейчас. Кстати. Очень вовремя. Так, мне надо города Грека как-то увидеть нормально. Хотя и... Города Египта тоже... Кстати, у Египта должно быть много золота. Мне надо города Египта как раз пытаться открывать получше. О! Здорово! Буддийский миссионер тут. Встретился с ученым. Два, знаешь, это... Религия и наука встретились и должны сейчас между собой. Там чуть-чуть-чуть такие. Чуть-чуть-чуть. Ты тогда выкупи эти джунгли сверху. Чтобы у тебя там тройка фирм стала. На месте джунглей. Тучник. В Греции торговая республика. Как мне сюда пройти? Все, если только так вот в обход. Этого парня ловить. Наркомана. Так, бесплатный шпион. Да еще и с повышением сразу. Спровоцировать беспорядки и нейтрализовать губернатора. Прикольная штука. Так, а где мне... Здесь, наверное, вот тут надо строить фермы. Так, в Ларошели амбар завершен. Рост пошел. Давайте еще строителей. Тут строителя покупаем за веру. После замков идем в индустриализацию. Что... Так, у меня стоит карточка плюс два. Да, стоит. Там, где в замке открыли. Недостаточно жилья в Париже. Логично. В принципе. И достаточно в Марселе. Индустриализация. Что строим в Лионе? Мастерскую завершили. Универ. Так, давайте смотреть, как там развитие у всех своих конга. 163. Ну, у него где-то явно еще одна ГГшка научная. Это стопудово. Во всем остальном я на втором месте. 163 девел, как я и говорил. 123 у Горга. Да. Хорошо. По культуре. 110 у меня. Ну, тут просто лучше всех. Похоже. Вот у Конга мало культуры по какой-то причине. Темный век. Давайте, наверное, реформы денежного обращения попробуем. Началась война. Грек на Мапуче. Что там по армии у нас? У Грека 760. У Мапуче 400. Что-то меня не обстреливали лучники почему-то. Как, ну, не в смысле сюда идти? Предложение по-браске. Я тут хочу это вапнуть в арбалета. О, в Рокидет давайте мы шпиона кинем. Бесполезный инженер достался для меня. Холмы, холмы. Тут надо вырубать. Возможно, для Логина кампуса. Это очень крутой инженер, на самом деле. Я с помощью валета уже в средневековых стенах везде. Там же прикол не в этом. Прикол в том, что если тебе в городе сносят стены, ты можешь им быстро восстановить. Восстановить. Это очень крутая штука. Войне она прям очень помогает. Амбар, центр, может, гавань все-таки? Давайте гавань. О, Алексей, ты скоро увидишь, что такое худшие земли в мире, если направо будет идти. Твои, что ли? Да, ты поймешь. Боль всю. Ты увидишь, что напрасно называют грязь ужасной. Греческая империя объявила войну империи Мапучи, вашему другу. Количество ваших претензий к агрессору увеличилось на 37. Ферус, у меня к тебе 37 претензий. Можно нажать на паузу, чтобы я перечислил все 37 претензий? Так, ребята. Короче, по религии тут классная тема есть. Давайте глянем, кто у нас религию распространяет больше всех. Это я. Это я, но я... Это будет. Короче... У меня проголосовали. Да, вот там классно. Вы можете убивать его миссионеров, даже не объявляя войну. И будете за это еще получать дипломатические очки. Топим буддизм, все ясно. Так что, ну, вы можете какую-нибудь любую другую религию, но смысл в том, что убивая миссионеров, вы получите еще и очки за это. Дипломатические. Ну что, давайте опять производство военных юнитов за производство, пускай будут увеличены, нет? Я проголосовал за увеличение... Ну, чтобы дороже стоили. Алексей, это выгодно, у нас там самая маленькая армия, поэтому... Да, я согласен. Вы халявин, как всегда. Я вообще Богу молюсь все время, отчаял Аллаху. Нет, ближе, будьте. Сегодня мы с тобой халявин, Инвиктус. То есть петь не умеем. Да, и петь не умеем еще. Ну, вообще, самые маленькие армии мне пишут у Аравии и Египта. Да, мы халявы лучше, чем вы оказывается. А я тут один, ну, то есть у меня вот мой личный полуостров, просто худший в мире полуостров, и здесь никого нет, есть 2 ГГшки, ладно, 3 ГГшки, 2 из которых на веру. Я просто сижу и строю домики, все, все, что я могу делать в этой игре. Просто сижу и молюсь. Ух, все против меня проголосовали. Ужас. Такие себе вы люди. А, так принято. Слушайте, так наоборот, производство юнитов прошло. А кто это проголосовал? За производство. Горга выбрал, чтобы... Еще кто-то невстреченный. Альф. Конго. Так, вы посмотрите, кто голосовал, потому что... Голандия. Потому что они, видимо, планируют... Ацтек. Нет, Голландия, Ацтек как раз, чтобы плюс 100% к производству, а те, которые минус 50%. Инвиктус. А, ну да, Голландия, точно. Инвиктуса зачем-то. Голландия, Ацтек. Горга, ну Горга понятно. Ацтек, Конго. Вы смотрите, там Конго на кого-то нападать собирается, ребят. Я за золото голосовал. Я за другой голосовал. За голду. А, за голду. Так что это фигня. У меня же под боком Египет. Хорошо, ты голосовал за голду. То есть ты хочешь покупать юниты за голосу, а ты планируешь юниты. Все равно. О, ух. Да, да. Ежик, ты всем известный этот, агрессор. Я вот спрашиваю, кто самый известный агрессор в цели, я говорю, ежик. Я говорю, какой, я говорю, коржик. Коржик, все. Всем понятно. Я говорю, больше ежика, коржика нет другого. Так, что же нам тут повысить теперь? Нулян я не буду прокачивать. Поэтому Магнуса, Рейну. Кого лучше? Что там у нас соседство у Рейны? Где? Сколько тут? Три золота. Ладно, давайте Магнуса сначала. Так, тут я хотел апнуть немножко юнитов. Как там война с Мапучи? Как она спала? Проведение диверсии на производстве и хищение средств. По-моему, у меня юниты все апнуты, да? Мечник, мечник, арболитчик, да. И что там, кто выигрывает? Ну, я думаю, что Горго, наверное, все-таки снесет Мапучи. Ощущения есть такие. Я видел его города и как он серьезно готовился. Кстати, тут сейчас за разграбление... Вот, Ферус, ты сейчас можешь этот кампус разграбить? Или ты не планируешь его грабить? Я очень не планирую. Вот, 54 науки за разграбление. 54 науки дается. Война сейчас даже выгодна не в том плане, что захватить, например, а пограбить и нормально так получить этого. Так, театровочку давайте, может, рядом. А, блин. Плюс 3. Еще здесь какой-то. Ну, конечно, лучше театровку на плюс 3, но тут, блин, производство. У меня в этой столице не так уж и много производства. Сейчас это будем говорить. Поэтому не хотелось бы. Ахитатон 140. Давайте тут тырить. Так, здесь найти источники. Еще одного шпиона я могу построить. Так, ну надо карточку, кстати, на шпиона тогда поставить. Где тут вот? И строить шпиона в Париже. Это же моя способность. А, что тут? А, где-то он строится в Тулузе. Ясно. Блин, что ж в Париже? Ну, театралку я хочу, ну, блин. Ура! Папа, отец. Ладно, здесь поставлю театралку. Монтпелье. Амбар. Ну, эти амбар. Я струтаюсь, да? Что тут? Сколько стоит мне? Просто ужас. А, я в темный веку шел. У меня в жизни. Я думал, прошла игра такая была, но нет, это лучше. Я тебе, кстати, говорю, что попрошу хуже, на то будут не деньги. Так, здесь вырубаем. Я бы тут постоял, просто чтобы варвары не появлялись. Здесь останемся. Блин, тут, наверное, скидку надо убрать. Давайте, мерпентелизм откроем. Так, у нас из Парижа бегает, из Бордо бегает, из Леона не бегает караван. И из Тулузы не бегает. Я лучше бы из этих отправлял. Давайте из Тулузы сначала. Слушайте, мне надо в наш уникальный юнит выйти, кстати, в военную науку. Две бомбарды. Уничтожить врага при помощи рыцаря. У меня рыцарь даже не построен. Даже не построен. Ваша придворная дама Габриэль услышала на балу, что Индия нашла чудо. А ваша придворная дама Женевьева услышала на балу, что правительство Нидерландов сменилось. У меня эскадрон придворных дам. Удобно. Хм, так. Я еще тут хотел, между прочим, дайте глянем священное место, где тут хорошо встанет. О, плюс 5. Вот на этом месте плюс 5 аж будет. Зашибись. Я бы поставил огонь. О, и Египет, да. Ну, теперь это распил. Что Египет? Не, Египет, наверное, просто в Союзе. Нет, почему Египет сам вступил. Кстати, здесь 9 ходов осталось, а мне так никто и не помог, ребята. Спасибо, спасибо, благодарю. Ну, давай, что я тебе кину? Что ты хочешь? Так, а ты участвуешь в этом? Ты же не участвуешь. А, я не участвуешь. Ну, все, тогда сорян. Я к тебе помог. Эх, можно было бы, чтобы обмануть и развести на этом. Да, слишком честный. Соседи меня просто такие, видишь, не братья, а вообще. Жмотики. Маленькие жмотики. Давайте попробуем вот так, посмотрим, как пойдет. 107, 96. 116 границ появилось. Нормально. Еще, черт знает, откуда приполз. В смысле, у твоих границ. Это не миллиард. Это мой полуостров, почему это твои границы вообще? Игорь Михайлович, посмотри, предложение, пожалуйста. Пойдем в естественную историю, кстати. Я там археологический музей где-то строю. Вот. В Бордо. Так, из Тулузы. Давайте-ка мы тут пройдемся. Может, увидим город какой? Нет, не увидели. Давайте, наверное, подождем. Блин, а тут, у меня тут стружка юнитов стоит. У пуча вообще не двигался, походу, заселять. Где включая, альты? Справа сверху. У тебя. Боря? Шато. Справа от антиорхи. Может, тут шато поставить? Так, готов шпион к при хищении технологии. Отлично. Берем. Начинается буря, блин. Это не очень хорошо. Так. Зачем ты убил моего? Сморта уже принесешь. Берегу принесу. Это ж 30 влияние. 30 влияние, да. Понял, хорошо, окей. Убивают? Да нет, убедим не этого, апостола. Я это запомнил. Художественный музей. Здесь построим. Пришло время помогать мне. Здесь амфитеатр. Сот и вообще-то так много нация. Так, купим в клеточку. Может, потом что-то взамен попросить такого типа. У какого типа попросить, что там за типы между собой? А, там Конго пилит мапучий, да? Че, египет сидит не смирно. Конго, пилит мапучий пилит. Давай договоримся. Вот Лавкен и Пекун мои, а вот Нгулу забирай. Можешь нижний город забрать, Мамюль. Какой мне можно? Нгулу, вот который ниже. Нгулу мап. И вот там Мамюль самый. Ну, я не знаю, он неудобный. Я предлагаю, чтобы Мамюль мапу просто сожгли, потому что он рядом со мной находится. Да, да, а смысла нет, он отвалится, скорее всего. То есть, его надо просто взять. Ну, а гордо тебе, два, мне один. На Гмапу я вот тебе оставлю точно. Да, на Гмапу и ниже еще Нгулу мапу. Кок, я просто его не вижу пока. Так, больше шпионов, по-моему, не могу делать. Почти, а кого пилят? Конго получается пилят? Нет, Мапучев. Я просто вижу, что Конго город побит. Ладно. Это Мапучевский город. Понял. Я уже взял его. Да, надо тут вырубить лес, купить тут рабочего. А для предложения. Считайте кто-нибудь. Готовы? Да. Готовы. Кри-во- Давайте в Спарте тырить Техи. Так, здесь, наверное, у меня будет Кампус. Плюс два. Вообще тут надо какое-то производство делать для этого города. Поэтому не будем тут коров удалять. Не, шатон на холмах как-то неохота делать. О, грек у нас союз закончился. Давай, принимай дружбу. Давай, принимай дружбу. Конго, дружба. Грек. Надо с кем-то поторговать там всякими ресурсами и посмотреть, у кого какие ресурсы есть. Аргос. Халюш, дай мне среди, пожалуйста, попробуй. Я не слышу, что ты говоришь. Давай, принимай. Конго, предложение. Что ты в виду заключить договор предлагаете? Слушку. Вот такое приложение, ответочка. Леш, я тебе перекинул. не подожди блин конга мне все все из испоганил мы тут с разными людьми разное это я не помню кому и что ладно сейчас я чтобы принять спокойно а потом еще чуть предложить что тут чуть центр коми так не хочу купить значит строитель 280 дорого я хочу этот вот вырубить эту мы начать просто долго строится читай блин он лечится так три из трех да но мне конечно обязательно следить за моими шпионами и играть через них так это холм тут он надо производство делать мне предлагают шатону надо производства что то надо вот на лугах тут поставим где-нибудь в игре к чуть-чуть разграблено все это дома пуча постарался нет это уже так давайте смотреть по ресурсам что киты у меня есть слоновая кость есть янтарь мне нужен он до предложения а потом я дальше посмотрю по ресурсу 6 запутался что есть что нету так дальше смотрим кофе так мрамор тоже есть красители о красители с кем табак на красители англия сделку инвиктусе как он краски думал тоже по сделочке он творишь такой конго сделка андринга призналась давайте купим строители таки будем строить пока торговца ничего не цивилизация играю так ман манюль мапу с моря берут больно на счет давай тоже на счет я рыцарем походил ну так что насчет чаш научи тука еще надо было бы рабочего купить тоже то что туда давай насчет считай куду метангарных раз бордой тулуза из руаны бегает из лороша из леона не бегает ну пора в нанмадол отправлять трех ух как я сразу нашел ну там пилево началось центре карты пилево ну не повезло харды саксу с местом судя по всему холмы не так просто если в золотом веке у него по идее а нет нет я ждал как раз таки золотой у меня прошел а нет давайте источники чтоб повысить все таки не хочется терять шпионов вообще у него просто леса и арта пять городов у грека кто может дать военный союз против конго и англии а то кто говорит ассек говорит нехорошие люди приплыли тут толпы грек а куда мне грек куда мне идти чтоб твой шестой город увидеть я вижу сикион спарту аргас родос и мекены конго предложить видимо внуши до спарта на все вижу к нос все увидел так вот так и получат со своего стола не тушкин так как только когда я это сделал но тут конечно производственный райончик будет неплохо вот этим тут в ларошеле сейчас выкупим вот это обработаем и поставим тут производственный так тут мы отложили все правило не надо с производством что-то сделать но не должен он убить меч не я очень понимаю когда мы начинаем считать в смысле когда счет когда все загрузились а как это определить все говорят мы загрузились все получились я готов я готов ну что это такое он просто альф я готов я тоже готов так не честно раз два три лечимся так сначала здесь убираем и ставим промышленную зону дальше здесь убираем ставим коммерческую а что делаем в лионе фабрика нет фабрику надо видимо где-то либо в парижа либо в тулузе потому что видите в центре находится она будет на все влиять В Париже, например, 1, 2, 3, 4, 5 Есть 3, 4, 5, 6 Но на Бордону Тулузу точно влияет 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Немножко Деруана не добивает Дабуло не добивает То есть в Париже надо Короче, в Париже надо Делать фабрику Теперь Знаете что, давайте, наверное, универ А фабрику я куплю Фабрику куплю Где у меня уголь вообще появился? Штенечники были атакованы Ускоренность, естественно, история Анория Так, у нас тут Хищение средств Возьмем Беспорядки на родной территории Ну, давайте сыры прокачки Какие себе прокачки Не особо Классные Классные Так, из Леона 6, 2, 3 О, 4 До 4 Давайте Варгас Так, сколько там до конца? 22 хода Мне надо в героический век выходить Универ завершен Фабрика, я сказал, тут не нужна Жилье Ну, наверное, надо Строителей делать Что у меня тут стоит Пока все нормально стоит Так, в Бордо Тоже давайте Строителей сделаем На этом пока все Для спонсоров канала Продолжение, наверное, уже Выложено А для обычных подписчиков Продолжение запланировано На завтра Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok